Явилась. Натусик, это у нас 49 лет, которая все ясновидящая, все учится и учится. Ну, привет, Натусик. Первый вопрос вижу. Чувства и мысли об Олеге. Будем смотреть, еще раз говорю, только через карты. Смотрит ведьма. Ведьма злая, не бесите ее. Проклянет моментально. Будем смотреть через ясновидение. Я подобрее, я не такой злой. Но говорю в лоб. Если он тебя не любит, я говорю в лоб. Поэтому со мной не спорьте, смысла нет. Ведьма, добро пожаловать, присаживайтесь, здоровайтесь. Добрый день всем. Еще все равно никто не присоединился, поэтому пока готовьте, перемешивайте карты. Работаем мы сегодня на два эфира. Это Инстаграм. Инстаграм, пожалуйста, переходите лучше в Ютуб. Вам будет удобнее там смотреть. Ссылочка в профиле моего Инстаграма. Да, вот они, ваши рабочие плоды. Может, как начнем с карты дня или как там у вас угадал делается? Ну, давайте посмотрим. Посмотрим пока для людей, которые уже собрались. Я выбираю карту дня для ваши отношения с вашим партнером. То у вас будет в течение следующей недели с ним. Ну и чего у него будет интереснее. Так, вы выложила три карты. Пишите, пожалуйста, номер карты, которые вы выбрали. Так, тут сюда не трогаем ничего. Я буду чат сейчас сам читать. Потому что там будет шевелиться сразу в камеру. Ну, если что-то видите, видите, молодцы. Все поставили присутствующие. Да, тогда давайте будем открывать карту. Итак, смотрите, поставила Оля. Лика двойку выбрала. Голд, Сенты. Это кто-то новенькая у нас девочка. Иринка один. Надежда, Лео. В общем, поставили многие. Поэтому не останавливаемся. Камера здесь не забываем, мы работаем на камеру. Кто выбрал первую карту, карту под номером один, у вас будет какой-то шанс на встречу. И посмотрим. И вы должны этот шанс непременно выбрать. То есть, например, ваш молодой человек пригласит вас на встречу. И вы не должны долго думать. Вы должны сразу соглашаться и с ним встретиться. Ну-ка, подожди еще. Чего ты там говоришь? Кто-то и на встречу ее позовет? Да. Шанс будет до встречи. Она отказывается от встречи. Кто ее позовет-то? Четверка, отказ идет. Так. Ну, четверка же это отказ. Мне предлагают, она отказывается. От встречи. Так, теперь, кто бы загадал вторую карту, у нас будет человек, с которым у вас отношения, он вас предаст. Поэтому будьте с ним очень аккуратны при общении. Кто выбрал? Это что за двойка? Пятерка мечей. Оля, Лика, как он, как пятерка мечей? Мечей, да. Да я же говорю, а вот у кого, кто пошел на СВО, допустим, да, вот родня, родственник брать, вот они, эта карта про это говорит, что у этой девочки сейчас идет эти переживания. В том числе, вот все, что с мечами, с болезнями, в том числе, правильно? Я так тоже это вижу. Хорошо, теперь третью карту. Кто загадал? Кто не загадал? Никто ее не выбрал, тропа я не вижу. А, и выбрал, надежды выбрал. Ну, у вас будут стабильные отношения, но они какие-то будут такие, бяло-текущие. То есть, может быть, там обменяйтесь смс-ками и все. Да тут вообще они, он сидит как в йоге, он даже не шевелится, этот мужик на вашей карте. Ну, вот я говорю, он будет. Там не то, что вялое, он вообще даже смотреть не будет, он даже и не напишет. Вот вялое отношение, кто надежды выбрал, вам карта выпала, вялое отношение с мужчинами. Вот, либо они к вам вообще не идут, да, вот он сидит вот в позе лотоса и своими мечтами, да, только себя любит. Вот что-то я вот так тоже увидел. У нас сегодня будет жесточайший эфир, ведьма с вами в эфире, а также ясновидящий. Я буду говорить по ясновидению, иногда смеяться, иногда улыбаться. А ведьма у нас жесткая. Тут немножечко волнуется, повторяет одни и те же слова, но сейчас она буквально за минуту срится, я ей отправлю энергию. Первый вопрос, я вот вижу, смотрите, у нее такой эфир сегодня будет длинный, большой, приготовьтесь. Она тут подготовилась хорошо к эфиру, да? Да, я готовилась. Итак, смотрим, первый вопрос. Стоп. А давайте я почитаю, что здесь написано, потому что, извиняюсь, у нас тут на тусик, она вот с аватаркой собаки, она говорит, что 49 лет обучается ясновидии. Я не знаю, как можно в 49 лет, вернее, 49 лет обучаться ясновидению. Мне кажется, надо все-таки практиковать. Как минимум, если у вас есть дар, вы обязаны людям помогать, да? Я согласна. Вот, вот есть у вас дар, вы помогаете людям, да? Вот сейчас совершенно бесплатно, сейчас будете трудиться, работать совершенно бесплатно, правильно? Да. Вот. На тусик, давайте ее вопрос все-таки разберем. Давайте ей карту киньте, пожалуйста. Здравствуйте. Мысли, чувства Олега к Наталье. Оба свободны, отношения сложные. Кидайте карту ей. Это ей сейчас кидаем на тусик. Да, мы сначала посмотрим Олега. Ну, а что дальше, Олег? Значит, как вижу, как показывают, как показывают карты, у Олега есть к вам такие чувства, но они больше физического плана, то есть он хочет с вами иметь близкие отношения. Он планирует, как бы, встречу с вами, и он защищает, как бы, вас от всех врагов. Вы мне скажите четко, он что, они будут встречаться? Я думаю, что да, он планирует, потому что он уже распланировал будущую встречу. Все, на тусик, если она видящая, с аватаркой собаки, будет встреча у тебя с этим мужчиной. Идем дальше. Оля, Оля, добрый день, всем приветствующим. Интересно, по-моему, эфира. Где вопрос-то твой? Вопрос. По работе поменяется ли у меня водитель в течение двух месяцев? Так, сейчас посмотрим. Дальше у нас будут интересные вопросы для всех. Что ждать от него, гадает ли он от тебя? Нет, у вас не поменяется водитель. Ближайшая, Олечка, я тебе по ясновидению тоже говорю, работа у тебя в ближайшее время вообще не изменится. По крайней мере, шесть месяцев точно. И водитель тоже не изменится. Нет, ответ нет, тоже говорю. Дальше Алиса, вернее Лика. Посмотрите, Алиса, стоп. Посмотрите, пожалуйста, будет ли продолжаться наши отношения Андрей, Анжелика. Так, мы посмотрим Андрея сначала. У вас там на всех один подход, что ли? Нет. Разные. Мы должны посмотреть сначала, что это за человек Андрей. Ну давай, смотри, смотри, смотри. У нас ведьма злая сегодня. Я вижу, что Андрей очень холодный мужчина. Он как бы даже, можно его назвать безжалостным. У него очень большие, много всяких фантазий, как показывают карты. Ну-ка, где фантазия, слово? Вот. Где она? Фантазер, да? Фантазер, да. Теперь посмотрим, кинем карты на ваши отношения. Нет, не будут отношения, что ли. Как бы, они будут очень, они будут очень сложно устанавливаться, но, однако, по Тузу Пентакли, по Королю Пентакли, вы все, он, вы его привлечете, но имейте в виду, что его привлекают ваши, как бы, денежные средства. Поэтому будьте с тиражей. Короче, он, все, что связано с ее деньгами, имуществом, да, это ему интересно, ага, а любовь, то есть, не любит. Давай зададим вопрос карты. Один вопрос. Любит ли он ее, Лику? Жрица. Если она в это верит, да? Ну, я бы сказала, что он не старается афишировать свои отношения с вами. Да, она тоже, она написала, что это отношения тайные. Вот, поэтому будьте насторожи, потому что он может быть очень легко вас обвести вокруг пальца, например, попросив у вас денег займа и не вернув их. Ну, да, 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 все, согласен, полностью согласен с то, что вы выложили. Как поясновидению это могу сказать. Там нестабильные отношения, они не то, что тайные, они скрытые, и они никогда не выйдут на поверхность. Вот есть, как карта у вас тут луны есть, я знаю. Вот она вот такая вот у них. Смотрим дальше. Как привлечь человека, который будет соответствовать моим идеалам? Ага, кто это, как зовут имя? Иринка. Иринка, да, Дима, вас посмотрим, что вы за женщина. Да, наверное, какая-нибудь проститутка. Нет? Да, нет, нет, любого, любого. Здесь хорошие карты выпали на Иринку. Я хочу сказать, что вы, да, вы очень любите планировать всякие отношения. Да, официально. Она мужиков раскручивает на бабу. Вот. Появится в конечном счете человек, который будет соответствовать вашим запросам, и вы с ним можете даже семью. Ну вот, какая семья, вот она, она в кафе его приглашает побухать, вот, что нет-то, вот она, вот. Вот побухать, да. А это мужиков. Четверка, честно, она разводит мужиков сто процентов, я же чувствую ее, она придуривается синий. Она играет мужиками, киньте карту, играет она музыками. Сейчас покину. Ну, и че? Нет. Она разбивает сердце. Разбивает им сердце. Я говорю, что она со мной спорит. Я же ее вижу, как... Да, да. Не забывайте, кто ее. Дальше идем. Дракоша всю аватарку не меняет. Ну и пусть будет. Я уже привык к этой аватарке. Так, все, ребятки. Что-то они мне вопросы понакидали. Все, давайте солнце. Итак, загадывайте имя человека. Давайте на других карточках. На других, да. Мне вот понравится. Вот эти, знаете. Вопрос следующий. Я буду зачитывать, можно? Да, да, пожалуйста. Какой он без маски? Итак, загадывай. Можно я тоже загадаю? Да, пожалуйста. Я хотя, конечно, и так знаю, но ладно. Мы же поиграем. Да, да. А что у вас за кольца какие-то? Дорогие, наверное. Ну, эти кольца, они как бы являются талисманами. То есть они помогают вам в гадании? Да, да. А вы правда жесткая, ведьма, или нет? Или мягкая? Нет, да, я жесткая. Достаточно жесткая, потому что я всегда говорю правду и только правду. То, что мне показывают карты. Поискновидение, я тоже в лоб им всем говорю. Пусть обижаются, пофигу. Зато у меня не заберут дар. Я думаю у вас тоже. Итак, какой он без маски? Девочки, надо им как загадать имя, да? Но им надо загадать имя, и я выложу три карты. Ну-ка, давайте быстренько. Какой он без маски? Быстренько в голове держим. Сейчас я тоже, тоже, тоже. Все, загадал. Так, карты. Пишите, пожалуйста, номер карты, которую вы загадали. От одного до трех пишите. Сейчас я посмотрю, кто будет писать. Кто мне в инстаграме, пишите тоже. Либо переходите в ютуб лучше. Мы там играемся. Кто посылает сердечки, огонечки, вам Бог пошлет сюрприз. Буквально эфир не закончится, а вы увидите сюрприз. Айгунь один, Милая Дракоша два, Оля два, Эльвира два. А что-то тройку никто не выбирает. Что, не видно что ли? Наталья Марамзина один, Леон, один, два, один, Иринка. Иринка вообще аферистка. Я сразу сканирую, я говорю, она аферистка. Вот у нас девочки сидят в чате, Иринка, а она аферистка. Она разводит мужиков, как норок. Я тебе серьезно говорю. Но ты чувствуешь это, как ведьма? Ну, она, да, очень уверенная женщина в себе. Она на двери, на пистоле номер карты. Да, Милая Дракоша. Переворачивай. Я вот тоже загадал человека, не люби человека. Можно. Все нормально, да, у нас чуть-чуть сбой бывает. Так, ну что, давайте, первая карта. Какой он без маски? Я буду брать. Можно я тройку возьму. Да, пожалуйста. Значит, какой он без карты? Ну, вообще человек, который достаточно мягкий и который полон всяких чувств. Но больше всего он любит себя. Да. Второй. Человек, который моложе вас, который очень любвеобильный и который может кинуть к вашим ногам все, что вы захотите. И третий у нас, получается, человек, который откажется от вас. Хотя, как бы, сами высшие силы посылают вас ему. Я тройку заказал, это значит, что откажется человек? Да. То, что карты показываю. То есть, еще раз, давай повторим, тут был сбой, что ли, в чате. Давай повторяем. Цифра номер один. Цифра номер один. Человек, который питает к вам любовные чувства, но больше всего он на свете любит себя. Поэтому надо с ним быть всегда на стороже. Второй человек, который мужчина, который младше вас, который кинет все, что он имеет, к вашим ногам. Ого, то есть, надо было мне двойку выбирать. Вот. И третья карта показывает, что человек, вас, ему посылают высшие силы, но вы откажетесь от него. И он от меня. Он, да, от вас откажется. Короче, там полный отказ идет. Кто тройку? А я смотрю, что тройку никто не хотел выбирать. Зачем я тоже выбрал? Следующий будет вопрос. Слушайте внимательно. Чего ждать от него до конца года? Имя, да, надо задать? Да, пожалуйста, загадайте имя. Какая, пожалуйста, это злая виденька, вы, пожалуйста, не говорите, не стесняйтесь. Загадали? Давайте я выкладываю карты. Я тоже что-то карту мне как-то не ту выбрал. Так, выбирайте. Выбрали от одного до трех опять что-либо? Да. Вопрос. Чего ждать от него до конца года? Да, цифра у меня, двойку выберу. Отлично. Все выбрали? Сейчас, подожди, нет еще. Оля, Ирина, Эльвира, Зульфия. Еще, еще, еще. Голд. Вот это что за девочка? Голд. У нее аватарка такая темная. Там непонятно вообще кто там. Девочка, мальчик, собака. Непонятно. Ну, написано голд. Наверное, черное золото. Черное золото, это что у нас? Цель, не там, ну, цель. Нефть? Да. А ты что хотел сказать? Цемент? Черное золото. Ну что? Ирина ее зовут. Все. Итак, цифра номер один. Чего ждать от него до конца года? Слушайте внимательно. Что-то в ваших отношениях резко изменится. Я желаю вам, чтобы это все изменилось в лучшую сторону. Так. Ну, по колесу фортуны. Это хорошая карта. Вот кто вы по цифру один, я так понимаю, это хорошее, это перемена судьбы. Перемена судьбы. Но неизвестно, в какую сторону. Мы не знаем, какой барабан, куда. Может, банкротом, может, приз. Смотрим, да. Это не гадайте. Обращайтесь к ясно-вендищим. Все глупо скажем. Значит, карта показывает, что какие-то будут у вас неприятности. Надо всегда правильно принимать эти неприятности. Мы никогда не знаем, что, может быть, человек, который от нас уходит, это человек, от которого нас спасли высшие силы. Я вообще этих людей называю учителями. Пришли и ушли, как в школу, да? Мы сходили и ушли. Так, и третья. И третья пятерка жезлов, это означает, что у вас будут постоянные с ним перебранки до конца года. То есть не будет тихо-спокойных отношений. Не будете там гулять по зимним улицам, а будете ссориться по каким-то пустякам. Так что Наталья Марамзина, Иринка Иринкова, Зюльфия, Оля, вам, короче, будут ссориться они, да? Потихоньку, да. А, ну, потихоньку. Короче, это не любовь. Это не любовь. Как говорят люди, да, там, милые бронятся, только... Чешутся. Отношения, да, отношения улучшаются. Выясняется, потому что всегда нужна какая-то притирка предварительная. Итак, повторяем для тех, кто, может, не услышал. Цифра номер один. Колесо фортуны. Что-то в вашей жизни в отношениях резко изменится. В какую сторону, мы не можем сказать, потому что тут одна карта. Цифра номер два. Номер два. Вот будут какие-то неприятности. Вы, наконец, увидите истинное лицо этого человека. Ахерие, а я в двойку выбрал. Цифра номер три. Третье. Милые бронятся, только радуются. Радуются. Будет у вас притирка какая-то идти до конца года. Да, Наталья Марамзинан. Не любовь, не любовь. Наталья Марамзинан. Так. Давайте карты поменяем. Мне эти уже скучно стали. Давайте. Нет, другую, другую. Она много притащила своих карт. Она же ведьма, еще та. Так. Давайте дальше. Девчонки, веселимся дальше. Добро пожаловать на ясновидение. Много чего узнаете. Ну, пока мы играем в карты. Следующий будет вопрос. Будет ли он... Чего? Твой такой почерк у нее. Какие-то иероглифы, как в больнице. Негодействие. Будет ли от него действие? То есть проявится ли он в вашей жизни? А. А, какой интересный вопрос. То есть будут ли от него действия? Да. Девчонки, это крутой вопрос. Вот у меня кто раскладывает, заказывает вот эти первые. В принципе, это то же самое, как пауза или конец. Вот такие интересные вопросы. Будут ли от него действия? Так. Загадываем три карты. Пишите номера. Сейчас вам быстренько нагадает, ведьма злая. Цифра один. Цифра два. Цифра три. Будут ли от него действия? Будет ли от него шуба, надо было спросить. И машина. Хочу машину. Так, ладно. Будут ли от него действия? Девочки, быстренько. Александра Королева к нам тоже на огонек зашла. Лейла Алимова тоже к нам соединилась. Анна Багирова здесь. Все-все сегодня девчонки собрались. Мальчик, не знаю, вроде бы не вижу мальчика. Загадывайте, загадывайте. Айгуль, что-то мне написал в WhatsApp, но пока некогда мне читать. Что там, будут ли от него действия? Дайте я выберу. Ну, подождите. Вот все девчонки быстро выбирают. Вот видите, вон в Инстаграме. Бук Наталья. В Инстаграме вообще странные имена. Вообще странные. Какие-то цифры какие-то. То ли дело в Ютубе. Девочки, переходите в Ютуб-канал. Кто в Инстаграме смотрит? В шапке профиля нажимаете кнопочку Ютуб, у меня там горит. И все, и вы в чате, и в общем. Итак, цифра, номер действия. Я хочу один. Всегда у Альтерка была хорошая. Давайте посмотрим. Ну что, приедет к вам рыцарь Жезлов. Ой, будут, будут, девчонки. Страстный мужчина, который все для вас будет делать. Но он будет желать в основном только девушке близких отношений. Так что имейте это в виду. А близкие отношения это что? Бум-бум? Бум-бум. Интим, короче, будет. Айгуль, тебе повезло. Будет интим. Так, вторая карта. Тут наоборот. В ваших отношениях наступят всякие проблемы, и этот человек уйдет от вас. Все, голд-центр, черное золото, от тебя уйдет человек. Ну, один уйдет, другой придет, как говорится. Ну, как говорится, да? Если ушел какой-то трамвай, то обязательно придет следующий. Ой, девчонки, вот смотрите, смотрю на эти вот ваши гадания, да? Вот другие смотрел, ведьм. Я забываю вообще, что я вообще приперся сюда. Понять, так красиво тут врут. То уйдет, то придет, то вернется. Но посмотрим, что нам... Нет, вот он, когда ко мне обращается, по ясновидению особенно очень, да? По сеансу гипноза. Я вообще не могу четко, ну, враг там придет, мне четко надо рассказать их прошлое, настоящее, будущее, да? Вот люди обращаются по бизнесу, по здоровью. Мне четко надо сказать, что у них есть. А вот в картах они такие хитрые, тык-тык-тык-тык-тык, и люди верят. Ну, это же потому, что карты, это не как бы... Я только как бы открываю их. Ну, да. А так это как бы все данные посылаются высшими силами. Понимаете, только что я загадывал человека, он меня там что-то бросил или что. Тут загадываю, бац, он уже, оказывается, возвращается, любит. Я уже запутался вообще, кто меня любит вообще. Ну, что за бред? Ну, ладно, идем дальше. Так, теперь третья карта. В общем, этот человек придет с каким-то обманом. Будьте с ним очень осторожны. Разок хоть я первую выбрал. Вот. Потому что выпала семерка мечей. Короче, пипец вам всем. Итак, давайте повторять для тех, кто не слышал. Для тех, кто выбрал единицу. Это Ола, Иринка, Иринка, Айгуль выбрала. Придет мужчина, с которым у вас будут намечаться близкие отношения. То есть это какие-то новые отношения, получается? Ну, может быть, и да. Может быть, и старый придет. То есть как бы тут надо... А вы честно скажите, вот у вас стаж хороший. Вот люди к вам обращаются постоянно или пришла и ушла, и забыли вообще о вас? Ну, почему? Постоянно есть, да? Да, конечно, есть постоянное. Давайте посмотрим. Это мужчина уже был или нет? Да, он был. Вы ему разбили сердце, и он решил все равно к вам вернуться. Ой, не врино. Оборот, мне кажется, это человек разбил мне сердце. Вот, вот. Вы знаете, карты можно со всех сторон смотреть. Я вот так считаю. Ну, да. Ну, тут уже от конкретной жизненной ситуации, я бы сказала. Так, давайте посмотрим. Вот, видишь, мне Иринка пишет. Он мне тоже разбил. Да, мне тоже он разбил. Вообще всем поразбивал. Вот тебе, видимо, разбивают сердце? А я проверяю, прежде чем начать отношения с человеком. А, то есть сначала знакомитесь. Да. Перед встречей карты кидаете. А говорят сами на себя нельзя гадать. А на себя я не гадаю. Я гадаю на человека, с которым ты знакомилась. Ко мне обращайтесь, я буду вам проверять. Обязательно, хорошо. Значит, давайте посмотрим второй вариант, который говорил о том, что вы поссоритесь. Может быть, потом и помиритесь. Ну, вот видите, выпал страшный суд, и он говорит о том, что, как бы, эта ссора, она была уже предусмотрена высшими силами. И она избавила вас от плохого человека. Посмотрим для третьих. Третий он хотя обманет, а потом он перевоспитается. А нашлик он нужен такой, если уже обманул. Ну. Вот, девочки, нет, давай честно. Вот, девочки, напишите. Вы простите человека, который вас жестко обманул? Потому что по мячам я вижу, это жестко, жестко обманул. То есть подстава. Подстава, деньги, например, у вас попросил, не вернул. Итак, девочки, напишите. Я читаю. Я вот смотрю чат. Не прощу, пишет. Лейла пишет. Нет. Оля, нет. Не, вот ты знаешь, вот вам, а вам выпадает, что типа он к вам будет возвращаться. Да, не все будут возвращаться, понимаешь? Все. Вот на моем опыте все, кто ко мне обращают, некоторые там, верните мне мужа за 24 часа. У меня есть такой обряд, да? Еще, еще. И я им говорю, ну вернется он. Зачем он вам такой, который вас уже кинул? Да вы в постель даже не захотите с таким лечь потом. Постоянно будете думать на вот это. Ладно, давайте все-таки что-то заговорились. Девчонки, идем. Следующий вопрос читать. Она тут, смотрите, какой целый список приготовила. Каракули, как в больнице. Я вот пытаюсь их расшифровать. Давайте сменим колоду. Меняем колоду. Давайте это, сисификацию, то сделаем. Сисификацию. Сигнификацию. Давайте просто возьмемте какой-нибудь вопрос, как у какой-то девушки. Девчонки всегда делают какую-то сисификацию. Мне тяжело понять, что это за слово, но они делают. Что это такое сисификация? Сигнификация, это когда мы смотрим человека в общем смысле. Что он за человек? Как он видится со стороны высших сил? А вот это, смотрите, тут такая девочка смелая написала. Не знаю, как ее зовут. Джи Би как-то написано у нее. Она говорит, я всегда прощала и буду прощать. Что, последний шанс, что ли? Ну, не знаю. Может быть, она такая верная очень. Дракоша. А что дракоша? Нет. Может еще раз ему ножом вернуть. Ой, мы сегодня, кстати, у меня был сеанс по поводу «Ведьма присутствовала», где мы отрубали все, что прилипло к человеку. Там ножом делается, то есть под ногами, выше то, что на голове. Ножом отсекается, потому что, чтобы вы не были марионетками. Где эта, кстати, ведьма-то, красавица, которая была на первом эфире? Вот у нее, ей играют, она это знает, но она ничего сделать не может. Пусть ко мне обратится, мы ей тоже отрежем это все. Почистите вы. Ну, конечно. Пусть чистится. Все знаете, что нужно чистить кабинет. Нужно чистить, спасти, нужно все чистить, понимаете? И вы это знаете. Давайте. А давайте у карт спросим. Нужно ли чистить спальню, да, назовем? Да, спальню. Все-таки в спальне там тоже происходят всякие разные. Ну, что нам сказали? Да, показана спальня. Что там мечи? Я же говорю, там в спальне проходят проблемы. Вот она, он лежит, да? Да. Давайте я покажу. Вот видите, он лежит, мы про спальню говорим, и стоит икона, кого-то, ну, как очищение, да, вот свечи нажду, икону ставим. То есть икона, она осветляет, очищает помещение, то есть ответ уже сразу говорит, что обязательно нужно делать. А я это что и говорю, что это надо делать. Я каждый день это делаю себе. Так. Знаете, сколько видим, потом приходят. Вот такие вы злые. Давайте посмотрим вопрос конкретный, от как какой-то девушки. А где вопрос? А какой-нибудь у какой-нибудь девушки вопрос там про отношения. Давайте посмотрим. А, вчера была Александра Нашенька, она поставила Королёва теперь, Наташа Королёва на Керену. А давайте у карт спросим, должен ли мужчина, должна ли женщина прощать мужчину, который её обидел? Давай у карт. Вот, давайте посмотрим. Итак, ну вот, потому что тут в чате, я не понимаю, кто-то пишет, что надо прощать, кто-то не надо. Давайте вытащим. Вот стоит ли прощать мужчину, если он сделал, это что, башня? Это башня выпала. Они говорят нет, да? Нет, нельзя прощать. А, вот кто тут такая девочка смелая была. Нельзя прощать. Видишь, карты говорят, рухнет. Потом, потому что вернётесь, от чего и уходили. Они нет, они говорят категорически нет. Они говорят, что вот те деньги, которые он у вас займёт, он вам никогда не вернёт. И вы будете и без него, и без денег. Я думаю, что там деньги, ещё имеется в виду те нервы, которые вам потрепало, никогда нервные клетки не восстановят. Я вот так ещё прочитаю. Давайте следующий вопрос, что у меня, что между, что между вами сейчас, к сути, интересный вопрос. Можно соседи здесь загадать, да, и родители. Что между вами сейчас? Какие отношения? Давайте загадывать. Только другого человека, то я знаю, ни одного Ваню загадывают и всё. Давайте разных, разных. Будет интереснее просто расклад. Итак, что между вами сейчас? Опять же, три будут три варианта. Три варианта. Ведьма сегодня у нас любит цифру три. Так. Так, поехали. Что между вами сейчас? Я выбираю цифру два. Давай я посмотрю чат. Три. Один. Лейла выбрала. У него, кстати, прикольные вот эти звёздочки у Лейлы. Ну, мне нравится и аватарочка хорошая. Ну, видно, такая девушка, это непростая. Один. Зульфия Александра Сашенька Королёва. Один. Милая, меня за прощение мужчину он чуть не убил. Теперь моё отношение карьерическое. А, типа, дракоша простила когда-то к мужику плохое действие. И он уже её потом чуть ли не убил. Ну, понятно. Она теперь сказала, чётко нет. Алиса Саиньки, Варима. Здравствуйте. Владимир. Ну, это потом Юлечка, похоже. Вот Юлю мы посмотрим, да, она проводит. Хорошо, давай. Она новенькая. Поэтому давайте мы её уделим тоже попозже. Внимание? Так. А можно я ей по ясновидению скажу? А, пожалуйста. Можно? Да, конечно. Юля. Юля спрашивает. Владимир боится потерять. На самом деле боится потерять Юлю. Юлечка, он тебя на самом деле действительно боится потерять. Но руки к тебе он не тянет. То есть, получается, вот как это правильно сказать? То есть, бездействие какое-то. Он боится её потерять, но ничего не делает. Он ничего не хочет делать. Вот, не знаю, Юля, обижайся, не обижайся. Ну, давай вот всё-таки. Вчера был эфир про аватарки, как сделать сексуальные аватарки. Вот я бы тебе посоветовала аватарочку поменять, если честно. Тогда ты найдёшь сексуального, красивого, подтянутого мужика. Ну, я тебе хочу сказать, что он тебе нервы ещё впереди потрепет. Вот три месяца прям будет тебя так долбить. Ну, трепать нервы. Это вот. Не знаю. Вот, пожалуйста, посмотрите вот на этой колоде для неё, для Юли. А потом сюда вернёмся. Да, хорошо. То есть, у неё вопрос. Боится потерять Юлю. Можно одной картой, наверное, двумя. Что это, император? Император. И рыцарь. Жезлов. Он, да, он влюблён, но он хочет руководить вашими отношениями, но он не хочет ничего делать. Ну, я про что пояснению. Я же вас вижу, девочки, как вы себя в зеркале видите. Вот он, император. Он сел и сидит, ноги вот, видите, растаял, да? Вот. Да, да. Мужик такой, сел и сидит. Да, пошли, я всё. Император его. И он подходить не хочет, но он мозги тебе ещё сделает. Вот он на коне, видишь, едет. Он тебе будет к тебе ещё возвращаться. Тебя ещё в три месяца будет колбасить. Я тебе про это и сказал. Но в итоге всё равно ничего делать не будет. Всё, ребятки, поворачивайте карты. Будет ли он... Нет. Что меня ждёт? Чего? Почер дурацкий. Что между вами сейчас написано? Что между вами сейчас? Смотрим. Значит так. Для тех, кто выбрал единичку, у вас постоянно какие-то рассорки идут. Вам надо как-нибудь договориться всё-таки. Если вы хотите вместе Новый год встречать. То есть, что ещё раз? Это что, пятёрка? Они типа бодаются, да? Ну да, да. Не на мечах, но такие бодаются. Да. Рассорки такие мелкие. Такие рассорки, ага. Так. Тот, кто выбрал карту три, он... Два. Это я выбрал. Карту два, он будет вас защищать. И у вас как бы сложатся отношения. Он будет вашим защитником. О, это я выбрал эту карту. Девочки, это я выбирал. И тот, кто выбрал карту три, у вас, да, у вас вообще будет счастье в ближайшее время. То есть, взаимопонимание. Вы покажитесь, Людмила Хромова будет счастье у неё. Оля, Оля будет счастье. Ирина счастье. Всё, девчонки, только у троих остальных. Чё-то тёрки какие-то, да? Между вами. Между нами тает лёд. Это всё пройдёт. Вот девочка Юля пишет, что да, я с вами согласна. То есть, я ей поясновить не предсказывал. Она пишет, расстанемся с ним. Девочка, три месяца, он тебе мозги так подделает. Вот на эфире, вот, девочки, запомните её. Она будет приходить, и вот увидите, она будет прям в стрессе, потому что он ей будет такие мозги делать. Но, она же уже знает. Ну да. Значит, тогда пусть действует уже, останавливает эти отношения. Нет, мужем он не будет, хотя он будет в ближайшее время даже это очень сильно просить. Переходим к следующему вопросу. Скучает ли он по вам? Очень интересный вопрос. Да, давайте проверим. Мы же сразу все три. На каждой. Н разных людей закажу. Нет. Скучает ли он по вам? А можно я вот в чате сейчас выберу девочку и карту выберу? И спрошу, скучает ли она по мне? Да? Пожалуйста. Она потом скажет, это правда или нет. Мы будем проверять карты. Так, я выложила три карты, пожалуйста, выбирайте. Скучает ли он по вам? Сейчас они все покинут, и я выберу кого-нибудь, скучает ли она по мне или нет. Давайте, девчонки, пишите. Оля, так. Скучает. Вот это и написано, без аватарки. Цифру три она выбрала. Вот я задаю вопрос, скучает она по мне или нет. Цифра номер. Ой, подожди, мне надо закрыть глаза. Иринку. Вот это Ирина там мне написано. Скучает ли она по мне? Блин, цифра три тянется. Давай ее откроем сразу. Скучает. И ожидает встреч с вами. Она на прямые эфиры приходит. Ну да. Иринка, видишь карту, как тебя увидела, что ты скучаешь, оказывается. Ждешь встречи в прямых эфирах. Так, теперь мы откроем карту два. Посмотрим, что она скажет. Скучает? Скучает. Он скучает, но он как-то... Ничего не делает. Ничего не делает. Находится в ограничениях. Может быть, у него денег нет, чтобы к вам приехать. Может быть, просто ее линится. Но скучает. Милая дракоша, твой не любимка скучает... Не скучает, да? Скучает. Скучает. Просто денег нет, например. А, ничего не делает, да? Ничего не делает, да. Вот так на стороне. А вот тройка карта, она как раз скучает. То есть любимка по тебе скучает, дракоша. А вот, смотрите, Иринка написала, что очень ждет карту. Значит, карты ваши не врут. Да, теперь посмотрим первую карту. Ну, что я могу сказать? Первая карта... Он не скучает, потому что он увлечен с вами какими-то мыслями. У него другая баба есть. Да, сны какие-то у него. Вот у него баба, либо во сне он хочет другую. Ту однерку выбрал. Ну, Иринка, Иринка, она у них только женихов. Ничего страшного. Ну, а не обидеет. Не скучает он по тебе, Иринка. Не скучает он с другой уже давно. А может, это же, наверное, Гелия напишет, что в двойку он на СВО. То есть точно, карты сказали. Где она? Конечно же, вот все, что девчонки сейчас выпадают в мячи, это в том числе СВО. Ну, либо кто же на Украине смотрит этот расклад. То, ну, Ваня, как он называется, у них там. У нас СВО, я у них не знаю, как он называется. Нету никого. А чего Иринка выбрала троечку? А вы, Ирина, какую карту выбрали? Я просто на тройку выбрала. Так же, как я. Ну, значит, кто-то в ближайшем будущем у нее появится. Ну, я по ней скучаю. Можно? Пожалуйста. Все, я по ней скучаю. Вот у меня в Инстаграме девочка красивая, вот Арка смотрит, тоже карты выбирает. Она сейчас выбрала цифру 3. Цифра 3, давай я ей покажу. Цифра очень 3 хорошая. Да? Да, да. Это колесница? Колесница. То есть он мечтает, да. Какая-то новость. О встрече, да. Кто-то приедет. Следующий. Ой, у нее столько вопросов, девчонки. Вы еще не устали? Ну, давай спросим. Да, может, вы устали, да. Вы скажете. Продолжаем. Да, напишите, да или нет. Устали вы, да или нет. Ну, вот Дракоса пишет. Да, он час назад сказал, что скучает. Вот, видишь, как Дракоса тоже проверяет твои карты. Нет, что такое не? Нет, дальше. Нет, нет. А, типа нет. Все, продолжаем. Продолжаем так. Ценьки варималь за сердечки. Мне самому стало интересно. Правда, я запутался, кто по мне скучает, но ничего. Девчонки, приходите на Ага, эти ясновиденные ко мне. Я вам в лоб серьезно все расскажу. Либо на расклады карт. Идем дальше. Ну, идемте дальше. Злится ли он на вас? О, кстати, прикольная тема. Злится ли он на вас? У кого есть мужчина, да, вот давайте. Вы загадайте мужчину, который у вас есть. Можно, кстати, каждой карте задавать, да? Ну, можно, да. Если мужчин, можно каждой карте задавать. Вот у Иринки, Иринки, у нее полно баллы этих мужиков. Пусть каждый дает вопрос. Злится ли он на вас? О, она и загадала, один, два, три. Кто бы сомневался. Злится. Нет, можно я сейчас загадаю? Да, пожалуйста. Злится ли он на вас? Можно я вас загадаю? Да, пожалуйста. Давайте сейчас, я спрошу ведьма, злится на меня? А то мы с ней очень часто жестко разговариваем. Так, я закрываю глазки, представляю ее, либо называю ее имя. Злится ли... Вот эту показывают. Ну что, начнем со второй? Давайте, злится ли он на вас? Давайте, девочки, успевайте, успевайте, успевайте. Нет, вы не злитесь на меня. Нет, это я загадал тебя, что ты на меня не злишься. И я не злюсь. Итак, вторая карта говорит, что на вас человек не злится. Ну, потому что вы мне посланы как учителем тоже. Как я могу на учителя своего злиться? Кстати, девчонки, кому надо по ясновидению, либо по картам, я обучаю людей, обращайтесь, кому надо. Идем дальше. Так. Цифра номер один. Цифра номер один. Тоже не злится. Нет. Ну, карта хорошая. Карта хорошая. Карта хорошая. Так, он ей шубу купит. Вот кто однерку выбрал? Айгунь. Ну, Айгунь живет там, где тепло. И шуба не нужна, и плащ там нужен наверняка. Так. Теперь открываем карту 3. Здесь, да, злится. Какие-то между ними проблемы находятся. Да, это и в Инстаграм показывает, что не злится. А здесь злится. Троечку кто выбрал? Дай посмотрю. А мало кто тройку выбрал. Чуть я даже не вижу, где Иринка, что ли, Королева выбрала тройку. Злится, злится. Чего вы там натворили-то, девчонки, ему? Чего вы сказали? Итак, в следующий расклад, без меня, вот на этих картах. Давайте. Давайте. Следующий. Читайте. Я отойду на буквально на две минутки. Давайте посмотрим мысли мужчины о вас сегодня. Загадайте мужчину конкретного и прочитаем его мысли о вас. Давайте, девушки, пишите. Я выложу четыре карты. Вот. Загадывайте карту от единицы до четырёх. И мы узнаем его мысли о вас. Так, ну давайте мы посмотрим сначала вторую карту. Что он о вас думает? Он мечтает к вам приехать, мечтает с вами встретиться. Видимо, привезёт какой-нибудь небольшой подарочек. Опа, ну а это кому-то карту выпало? Двойка. Двойка? Да. Значит, теперь... Двойка. Кто в Инстаграме двойку? Никто не выбрал. Так, кто здесь двойку выбрал? Нана Данаеви. Какая-то новая девчонка ворвалась в эфир. И всё, больше никто. Дракоша. Ещё Ирина Иринка выбрала. А где она? Сейчас большой, тяжело смотреть. Теперь давайте посмотрим его мысли о вас. Третьего человека. Он восхищён вами. И чисто душевно, да. Он решил, что будет с вами очень милым и ласковым. Оксана, тебе прям повезло. Тоже. Срединая карта выпала. Людмила Штрункова. Давай цифру один мне в Инстаграм надо ещё тоже показать. Так, давайте цифра. Ну, тут он просто вас обожает. Он... Здесь голые дети не будем вот так закрывать. Будем... Нельзя показывать голых. Ну, короче, это карта Солнца, да? Это самое лучшее, да. Это самое лучшее, что может быть. Мы так перевернём, потому что нельзя голод показать. Да, да. Иди теперь посмотрим четвёртую карту. А в четвёртой карте вот он так увлечён собой. У него столько мыслей о себе, что как бы... Ну, как бы вы есть, что вы есть, что вас нет. Ему как бы всё равно. Поняла, Иринка, Ирина там вот есть. Всё. Надо обо мне думать, а не о нём, видишь? Я же ушёл на две минуты и забыл. Нервался. Давай, проведите ещё без меня. Да. Следующее обучение мыслями в чём-то. Я просто... Она ведьма, почему она ко мне обратилась. Потому что я ей даю тот дар, который у неё был закрыт. И я её сейчас открываю. Ну, то есть, те ключи. Поэтому она ко мне обратилась. Поэтому сейчас прямой эфир именно такой он опарный. И на самом деле я её обучаю через определённый дар. Правильно я сейчас говорю? Да, да. Вам его не хватало, я вам её даю. Теперь мы посмотрим, какая вы в его глазах. Что он вообще каждый день думает о вас. Давайте разложим пять карт. И напишите одну карту до пяти. Давайте пять карт от единицы до пяти. Напишите в чат, пожалуйста. Какая вы в его глазах? Загадайте мужчину. Если мужчины нету, ну тогда, девушки, ну... Почему соседи есть? Ну, может быть, вы хотите на работе коллега какой-нибудь. Ну как нету-то? Не, я понимаю, что они все на СВО. Ну не настолько. Может, Путина может, откуда нет. Так, ну давайте, девушки, давайте, ставьте. Всё поставили. Можно открывать. Давайте начнём с пятой карты. Он очень о вас страдает. Он переживает. И мысли о вас приносят ему боль. О, вот по мне бы так сосковали бы. Это кто ещё раз? Пятёрку выбрал? Пятёрка, да. Ну-ка, да. Юля. Ой, Юлечка, Голд, видишь? Наталья, Иринка. Вот, так многие, кстати, пятёрку выбрали писать. А это Иринка, Иринка, которая сумасшедшая, блин, у меня жениху, по-моему, она все карты всегда выбирает. Она вообще, это, аферистская счета. Так, теперь давайте для разнообразия посмотрим, что первое, что он думает. Вот. Он мечтает о вас, он влюблён в вас, он полон любви к вам. И инстаграм показываю, любит он вас, полон любви к вам. Цифра номер один, любит он вас, любит. Вот. Теперь карта 3 посмотрим. Вы для него человек, который он никак не может разгадать. Пытается, вот, но, видимо, вам надо почаще с ним встречаться. Кто это, тройка, да? Вон, я видел, Елена загадала. Короче, человек-загадка она, да? Да, вы для него человек-загадка. Женщина-загадка. В ютубе посмотрю, кто тройку выбрал. Вот это новенькое, Нани Данаи, Айгуль, загадка. Ну, для Айгуль точно, если она его загадала, точно загадка она для него. Если это она про того человека думает. Теперь, значит, четвертая карта. Это у нас... У вас будут обновления. Он думает о том, что вам надо перейти в ваших отношениях на новый уровень или обновить их как-то. Он видит, что, как бы, вы уже... Он вас настолько хорошо уже понял, что он хочет других отношений. В смысле? Я не понял. Что значит перейти на новый уровень? Уровень отношений. Это что, игра? Ну, например, нет. Но если просто люди встречались, то, например, может быть, более близкие отношения. Или если просто были близкие отношения. Были близкие отношения. Может быть, он вам предложит жить вместе. Ну, а у тех, у кого были... Кто вместе жили, предложат, там, например, замужество. Ну, хорошая карта получается. И теперь мы смотрим вторую карту. Ну, он в мечтах о вас. Семерка любви. Да, он в мечтах о вас. Он думает. Вы с ним... Да, вы снитесь ему каждую ночь. А я говорил это, что она ему снится. Вот. Ну, теперь мы давайте посмотрим, что... Давайте конкретный вопрос. Давай я у них по ясновидению посмотрим. А, ну, давайте. Тут я вижу, новенькие пришли. Сейчас давайте подсыпку выцепим. Мы посмотрим по карте. А вы пока отдохните. Нет, вы пока отдохните. Хорошо. Я сейчас что-нибудь посмотрю поясновительнее. Давайте. Ой. Раз, два, три. Кого буду смотреть. Так, сканируем. Тут ведьмы есть. Давай сначала проверим, ведьмы есть в чате или нет. Нет, чистый. Чат чистый. Нет, увидим здесь. Дальше. Так, пока. Вот тут милая дракожа говорит, если только в комарах, но мы же не знаем человека. Может быть, он ведь думает о вас одно, а, например, относится к вам по-другому. Оксана, которая с цветочком, шейные позвонки, вот шея поаккуратнее, ну, не знаю, что-то мне показывает, мне не нравится это. Вот эту зонби, не знаю, помассируйте вот прямо сейчас, сделайте массаж, вот что-то там не то, там, может, позвонки. Это очень сильно, потому что на мозг повлияет. Дальше, смотрю, кого еще сканируют. Вас так много сегодня, даже не знаю, с чем начать. Вот, которая Эльвира Шагеева, у нее что-то идет поаккуратнее, связано, где транспорт, металлический транспорт идет. То есть, может, на дороге поаккуратнее смотреть, как переход, потому что я вижу какой-то неприятный транспорт. Ладно, не буду ее больше смотреть. Вот, сказал, с транспортом все. Лейло, сейчас посмотрю. Лейло, лейло, лейло. У нее все, что связано с низ живота, вот тут низ. Может, это по-женски еще не показывает нам, где так. Вот, у нее там. Дальше, кого? Вот, вот Анжела, которая новенькая, дай-ка ее посмотрю. Анжела, Рихард или Пехард? Если Анжела карты не берет в руки, возьми карты в руки, у тебя все пойдет у Анжелы. Все, давай теперь следующий вопрос, я пойду в чай попью еще. Что мужчина думает о вас перед сном? Этому смотрению. Что сейчас происходит? Казает ли он на вас? Вот, самый интересный вопрос, да. Гадает ли он, ходит ли он к мастерицам Таро? Да, сто процентов ходит. Сейчас мы проверим. Так, будет четыре карты. Загадывайте, пишите, пожалуйста, в чат. Четыре карты, выбирайте от одного до четырех. Наверное, только у тебя, пока никто на зубы не жалуется. Гадая, вопрос, кадает ли он на вас. Выбирайте своего мужчину, загадывайте его, выбирайте номер карты, пишите в чат. А я потом скажу, приходил ли ваш мужик ко мне или нет. Да, или к тебе. Ты как ведьма тоже можешь рассказать. Ты ведущая мать. Все, продолжаем. Давайте, давайте первую карту. Кто-то загадал первой. Да, сразу выходит этот. Сразу магия. Магия. Сразу выходит. Сразу магия выходит. То есть, да, он ходил и интересовался о вас на картах или к кисновидящему. Второй, о, отшельник тоже. Тоже загадал. Да, тоже ходил, тоже узнавал, как вы там без него. Человек, который находится вдали от вас, но... Вот аферисты, они ходят все. Он тоже интересовался, как вы там без него. Значит, третья карта тоже, но он... Все положительные. Да, да, это положительная карта. Она говорит, что да, он ходил, он интересовался, как вы ему храните верность, как вы храните его любовь, как у вас там вообще в семье. Ну и четвертая. Четвертая карта. Нет, он не ходил, потому что он считает, что вы и так верная для него женщина. Иринка, и кто тут, Оксана, Наталья. Нет, он не ходил. Я вам, давайте по ясновидению, ко мне же многие обращаются. Я вам честно скажу, у меня примерно, конечно же, 60% это женщины ко мне обращаются, и 40% это мужчины. Мужчины, конечно же, больше обращаются по бизнесу, но иногда все равно спрашивают про женщин. Поэтому мужчины, вы сейчас тоже на картах увидели, тут три карты, да, из четырех, которые сказали, да, гадает. Поэтому ничего тут удивительного, что мужчины тоже обращаются. Я вам на своем опыте это тоже подтверждаю. Обращаются и еще как обращаются. И обряды делают, и на машину защиты ставят, и много чего еще делают. Поэтому все мы люди, все мы можем. Итак, последненький, пожалуйста, вопрос, потому что мне дальше... Мне надо к косметологу ехать и своими делами заниматься. Не забываем, что сегодня суббота, занимаемся своими делами. Я уже утро поработал. Ну, давайте... Какой вопрос? Будет у вас ближайшие, там, две недели до Нового года встречи. Вот давайте... С этим человеком? Да, с этим загаданным человеком. Я уже загадаю. Будет ли встреча с загаданным человеком до Нового года? Ну, Нового дня, ночь, включительно, правильно? Да. Все включить. Будет три карты. Будет три карты. Загадывайте этому мужчинку. Или по девочку. Будет ли с загаданным человеком встреча до Нового года, включая новогоднюю ночь? Я хочу... Можно я выберу? Да, пожалуйста. Я посмотрю сначала, кто другие, какие цифры выбирают другие. Ну, тут в основном единицу все выбирают. Супер вопрос. Иринка, какую это вы цифру-то? Тройку выбрала. Гадает ли он и меня? Так, единица. Все единицу выбрали. Ну-ка, подожди, когда я сконцентрируюсь. Я сейчас закрываю глаза. Представляю это имя. Вопрос. Встречаемся. До Нового года. Будет ли встреча до Нового года, да? Они говорят, мне вообще не гадать. Ладно, я не буду гадать. Мне говорят, не гадать. Ладно, все. Давайте. Тогда переворачиваем. Первую карту мы переворачиваем. Да, он планирует встречу с вами. И он вскоре вам позвонит или даст знать о себе. Второй. Он очень переживает. И он прямо как-то у него болезненно все. Он нет возможности встречи. И из-за этого он очень сильно переживает. Прямо болеет. И третий. Да, он очень скоро с вами свяжется и назначит вам свидание. Спасибо. Давайте все поблагодарим нашу любимую ведьму. Она хоть и злая, но я и просил помягче. Будь в эфире, пожалуйста. Хоть бы все это так и выполнила. Была мягко. Давайте поблагодарим человека за то, что вам сделали такие шикарные предсказания. Вот. Давайте. Она прям смотрит сейчас на камеру. Я вижу. Вот. Пишите ей благодарность. Всегда будьте добрее. Вот Инстаграм тоже тебе передает благодарность. Всегда будьте добрее. Поверьте мне, вы даете одно добро, вам вернут вдвойне больше. Поэтому благодарите людей за то, что они даже маленькую весточку вам принесли. Даже просто с вами поздоровались. Потому что здравствуйте – это желание здоровья прохожим. Желание здоровья соседу. С кем вы поздоровались? Это здоровье. Я тоже со своей стороны благодарю вас. И поэтому за то, что вы выслушали то, что мне рассказали карты. Сейчас я выключу камеру, я выскажу тебе, что где твои ошибки были. Ты запиналась. Люди это не любят. Учу тебя, учу, ведьма. Все. Можно я кое-чем тоже скажу? Спасибо. Там обучается. Давайте теперь с вами немножечко тоже поговорю. И будем прощаться. На самом деле, спасибо за этот, хотел сказать, смешной, веселый эфир. Но помните, я же должен вас предупреждать. В принципе, вы сами уже не маленькие дети, вам же не 18. Гадать, судьбу прогадать. Поэтому поаккуратнее, пожалуйста, тот, кто гадает. Особенно, знаете, как от балды. Да, и дай-ка я погадаю. Добро пожаловать на мои сеансы. Сеансы здоровья, стройного тела, притяжение денег, открытие канала, портала. На обучение обязательно приходите ко мне. Это можно дистанционно, конечно же, делать. У нас, слава богу, сейчас техника позволяет все это делать. И большая просьба, как всегда, в конце и в начале я говорю. Прежде чем обратиться к ведьмам, к экстрасенсам, к гадалкам, к ясновидящим, спросите первый вопрос. Просто им задайте. Расскажите мне мое прошлое. Увидите, что никто, практически никто вам это не сделает. А благодаря моему дару вас высшие силы привели сюда. И вы уже некоторые здесь давно со мной. Многие работают, контракты заключают с высшими силами. Сегодня где эта девочка, которая 3 килограмма за 2 дня потеряла? Вот, то есть все это работает. У меня очень простые обряды, очень простые. Но они действуют. Итак, до новых встреч. Высшие силы вас любят. Я зарядил вас, на самом деле, энергией удовольствия. Теперь выходные у вас пройдут на ура. Где там эта девочка, которая аквариум-то, надо было те рыбки золотой сказать? Обязательно сделай. Я видел, что она есть в чате. Обязательно. У меня очень простые обряды. Но они не повторяются. Поэтому, если что-то, обряд кому-то я сказал, не надо, пожалуйста, делать себе то же самое. А он у вас не сработает. Лично обращайтесь. Обнимаю крепко. Высшие силы передают вам привет. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok